дорогие друзья всем привет меня давно просили снять обзор как установить цепи на автомобиль lexus es многие официальные дилеры не знают я сам обращался так такой услуги не оказывают я думаю это востребовано особенно в москве разные ситуации бывают так если возникла необходимость одеть цепи против скольжения для чего они в принципе могут нам понадобиться если условия дорожные не позволяют на стандартной резине проехать на этой машине цепи будут то что она зачастую намного лучше любой грязевой резины самом деле в чем преимущество не всегда есть возможность поставить ну там как моем случае грязевую резину как-то зло а съехать дороге иногда ой как хочется или ой как не поймут так у каждого владельца лексуса есть такой фирменный emergency kit наверняка должны появиться цепи противоскольжения после этого видео если вы берете цепи рекомендую подбирать их в первую очередь под цвет машины это важно и приятно большая особенность здесь мы я не нашел своего типа размера 255 50 17 сейчас уточню как у нас там но примерно по калькулятору подобрал до не 215 55 17 здесь такого типа размера нет но пока калькулятору шин можно подобрать ее что диаметр колеса примерно такой же странно что производитель до сих пор не печатает на наклейке такой популярный размер я думаю после этого видео они справятся первое что я рекомендую прям настойчиво сделать это одеть перчатки для особо искушенных конечно лучше все это делать в грязи голыми руками когда заваливает снегом но поверьте перчатках это все намного приятнее делать для того чтобы одеть цепь то есть чем я столкнулся вот ее просто так достал нужно обратить внимание что вот эти все моменты они распутаны да что все находится вот по эту сторону когда я застрял в песчаном карьере я пытался там в темноте одеть цепь и у меня вот этот вот край очутился вот здесь и я просто в темноте не понял как тут все перепутано какая-то ерунда и так и не смог одеть цепь это важно как бы этого нигде нет ни в каких инструкциях это на собственном опыте и тогда пришлось вызывать оба сие для спасения видим что все с этой стороны находится не надо вывешивать колесо то есть не надо поднимать машину не надо на нее наезжать достаточно как раз тут акт соите с автомобилем происходит любви встаем на коленочки достаем и задача вот в этот вот паз я вот здесь покажу то было видно потому что там сделать вот такой замочек теперь первый шаг протянули внутри ищем есть контакт вот эта часть у нас остается внутри кстати шипованную резину я не рекомендую использовать если вы будете часто ездить на цепях потому что шипы будут вылетать но поскольку у нас необходимость то мы пробуем на шипах лучше липучку тогда был у нас опыт сразу скажу что эта цель для легковых автомобилей то есть если у вас внедорожник грузовик там абсолютно другой диаметр звеньев там прям цепь как цепь как старый добрый 90-е годы рисунок другой сота и замки более серьезные надежные потому что как вот эти цепи мы рвали когда ездили на туарегах вот натянули таким образом цепочку что-то сразу начинает путаться как обычно убираем первым шагом там соединили это первый шаг второй шаг цепляем зелененькую расправляем немного все время хочется ее когда-то самому самому натянуть но это цепь от железа но мир не растягивается потом смотрим красную скобу обращаем внимание что здесь есть вот такая прорезь прорезь сделано для того чтобы за зашло звено в нее красное кольцо и второй частью вот сюда но тут возможны вариации если где-то что-то проседает можно подтянуть побольше и например сделать как то вот так правило все цепь уже установлена сейчас необходимо проехать на ней пару метров и подтянуть потому что она сядет по колесу но я это делаю не первый раз у вас займет побольше но поверьте лучше потратить до съезда с дороги минут пять-десять цепь чтобы потом полдня не копать не откапывать машину или там не звать под ногу потому что это реально сцепление с дорогой повышается просто в разы соседям по горжу порекомендую я думаю это же возьмут как как можно ездить на джили на джилией без цепей то есть резина что-то никакая вот что-то там уже чуть-чуть зацепилась но в таком случае надо вывернуть колесо посмотреть можно конечно ускориться она сама порвется но не факт что порвется только она да все ну осталось съехать с нее убрать ящичек и быть готовым любой непредвиденной ситуации смотрите мое видео я расскажу как эти цепи себя будут вести в действии у меня планируется поездка не знаю откроют ли зимник и смогу ли я пробиться к печорскому морю если его не успеют открыть там через неделю поеду в архангельск посмотрим белое море ну и там по возможности еще где-нибудь по агрессностям прокатимся обязательно будет настоящий тест драйв этих цепей